Борис Петрович Борис Петрович Борис Петрович Борис Петрович Наша жизнь – это череда ситуаций, которые развиваются в условиях неопределенности. И неопределенность диктует нам порядок действий или бездействия. С рисками мы имеем дело в разных сферах нашей жизни. Например, риски сопутствуют нашим взаимоотношениям с банками, с микрофинансовыми организациями. Есть риски работы со страховыми компаниями. Риски связаны с личной жизнью человека. Особо я бы выделил предпринимательские риски. Когда человек входит в сферу на бизнеса, это неизбежно. Неизбежно в том плане, что мы должны иметь в виду, что когда мы работаем в бизнесе, мы должны взаимодействовать с рисками, мы должны управлять ими. И когда мы говорим о рисках бизнеса, мы говорим, во-первых, о предпринимательских рисках. И самое главное, мы говорим о финансовых рисках, потому что самый главный финансовый риск, когда вы занимаетесь бизнесом, это риск банкротства. Так вот, когда мы говорим об управлении рисками, мы должны знать и понимать принципы их управления. Мы можем избегать рисков, мы можем управлять ими, мы можем избегать их в конце концов. Но в любом случае мы должны учитывать определенные факторы, определенные моменты, которые я показал на этом слайде. Есть определенные подходы к управлению рисками. Есть адаптивный способ работы с ними, есть консервативный. Консервативный – это способ имеется в виду, что мы избегаем риска, мы не принимаем его, мы с ним не работаем. Мы просто отметаем этот формат работы в бизнесе. Адаптивный подход предусматривает гибкое реагирование на реализацию риска в процессе нашей жизни, в процессе нашей деятельности. Мы осознанно и своевременно реагируем на последствия риска для бизнеса. Например, страхуем свои риски. То есть заключаем договор со страховой компанией и страхуем те риски, которые принимает на себя страховая компания. Она может принять на себя многие риски. И предпринимательские, и риски жизни, здоровья и так далее. Когда мы говорим об управлении рисками, мы говорим о методах воздействия на риск. Их несколько, даже не несколько, их много достаточно. Как вы видите, есть избежание или уклонение риска, есть удержание, сохранение риска, есть снижение риска. И вот эти направления, ну еще и передача, то есть трансфер риска, предусматривают определенные инструменты. Мы можем выйти из зоны риска, мы можем принять риск без финансирования, мы можем диверсифицировать риск, то есть распределить риски по разным зонам и позициям. Все это мы можем делать и мы должны знать, как это делать. Здесь нужно иметь в виду два условия. Мы можем отказаться от одного вида риска, например, от фатального риска. Но это не влечет за собой возникновение других видов рисков, более высокого или однозначного уровня. Или мы можем иметь в виду, что уровень риска намного выше уровня нашей финансовой состоятельности или возможной доходности. Тогда мы точно отказываемся по причине элементарной. То есть мы должны избегать любой возможности возникновения банкротства бизнеса. Когда мы говорим об уклонении от риска в бизнесе или избежании его, что конкретно следует за тезисом избежания? Это одни отказы. То есть отказы от усуществления финансовых операций, отказы от использования больших объемов заемного капитала, или отказы от инновационных и проектов формата стартапа. Вы понимаете, что если мы отказываемся от всех рисков, мы отказываемся от бизнеса. То есть надо или работать в бизнесе, и работать с рисками, или отказываться от рисков как таковых. В одном известном романе хорошая фраза есть. Ничем не рисковать, ничего не иметь. Вот это относится к большому, среднему и малому бизнесу. Чем больше бизнес, тем выше риски. Чем шире ваша деятельность в бизнесе, тем выше риски. Это надо иметь в виду. И мы не можем отказываться от рисков, работая в бизнесе. Мы можем пойти следующим путем, называется он самострахование. То есть мы создаем для страховки своей деятельности различного рода фонды. Ну допустим, резервный фонд, целевой фонд, страховой фонд. То есть мы откладываем деньги на непредвиденные ситуации. Но это очень невыгодно с точки зрения ведения бизнеса. Мы не заставляем деньги работать, мы их просто храним. Это недопустимо, когда мы говорим о серьезном и долговременном бизнесе. Поэтому самострахование, конечно, хорошо, но лучше работать с другими инструментами. И эти инструменты называются диверсификация. Диверсификация рисков. Диверсификация предпринимательской деятельности. Мы можем развивать не один вид деятельности, а два, три, четыре, пять. И какой из них доходный, мы поймем в процессе нашей работы. Мы можем диверсифицировать, то есть расширять номенклатуру портфеля ценных бумаг, если мы хотим сохранить наши средства. Потому что финансовые риски, например, простых людей и людей бизнеса еще заключается в том, что мы должны сохранять свою доходность в инвестициях. А с учетом инфляции, с учетом кризиса, с учетом коронавируса деньги очень быстро обесцениваются. Я имею в виду в том числе и рубль. В этой ситуации Центробанк наш говорит о том, что товарищи, господа, граждане, вкладывайте деньги в государственные ценные бумаги, работайте на финансовых рынках. То есть государство нам предлагает работать в этой сфере, а тут возникают риски размещения ценных бумаг как предпринимателя, так и рядового гражданина. И вот тут в дело вступает вот этот инструмент диверсификации. Есть определенные специфические инструменты, которые называются лимитирование определенных видов риска. То есть мы создаем определенные финансовые нормативы для того, чтобы не превысить ту концентрацию риска, которую мы можем себе позволить. То есть наши финансовые ресурсы задействованы с учетом лимитов на риск, с учетом финансовых нормативов, которые допускают определенные маневры с точки зрения размещения денежных средств, как в бизнесе, так и в простой жизни домохозяйств. Поэтому на этом слайде я показал, что мы можем и что должны иметь в виду, когда мы работаем с финансовыми ресурсами, и какие риски и какие меры мы можем предпринять, чтобы минимизировать эти риски. Есть такой метод, как локализация рисков. Это специальный инструмент, который предусматривает определенные зоны рисков, которые мы можем себе позволить. Например, в создании венчурных предприятий, то есть рискованных предприятий, куда мы можем вложить капиталы, свободные или рабочие капиталы, но при этом мы должны учитывать определенный риск венчурного финансирования. Венчур – это приключение в переводе с английского, то есть рискованное вложение, которое предусматривает определенные ограничения на движение капитала. Это надо иметь в виду, и все предприниматели, которые работают в области новых бизнесов, учитывают эти обстоятельства. Здесь еще надо иметь в виду определенные внутренние нормативы на деятельность по созданию рисковых бизнесов, новых бизнесов и так далее. Если мы говорим о действующих бизнесах, то самое главное здесь, если у вас крупное предприятие, вы можете создать подразделение внутри этого бизнеса, которое будет отслеживать определенные риски, которые сопутствуют вашему бизнесу, и можно выделить даже или специалист одного, или группу специалистов, которые могут отслеживать эти состояния. Чтобы эффективно, а самое главное, надежно управлять рисками, самое лучшее – это передать их кому-то другому. То есть не самому отвечать своими финансами за реализацию этих рисков, а передать эти риски, например, страховой компании. Или, допустим, хеджировать эти риски, то есть распределять ответственность рисков по разным позициям, по разным участникам. Или передать риск путем контрактов, или защититься от рисков путем эффективных договоров. То есть тут вступают в действие юристы, которые, в общем-то, ответственны за то, чтобы реализация риска не произошла по причине неправильного заключенного договора. Это надо иметь в виду. Есть такое понятие в управлении рисками, как формы передачи риска. Это инструментарий механизма рисков. И вот эти формы передачи риска, они разнообразны, но они могут быть формализованы. Например, заключить договор поручительства или предоставление гарантии. То есть вы заключаете кредитный договор с банком и предоставляете гарантии, материальные гарантии, имущественные гарантии или договор поручительства. Грубо говоря, за вас поручается какое-то лицо, которое, если что-то произойдет не так с вашим договором, с вашими обязательствами, он будет отвечать по вашим обязательствам. Далее мы можем говорить о передаче риска участникам реализации инвестиционного проекта. Речь идет о заказчиках и инвесторах. Далее у нас есть договор факторинга. Это когда вы поставляете продукцию, вам не платят деньги в оговоренное время, и банк платит вам по договору сумму, которую должен вам получать или вашего товара. А вы потом, после того, как получите деньги от вашего партнера, рассчитаетесь с банком. Это уступка права требования долга по поставке банку. Вот это и есть факторинг. То есть схема поставщик-покупатель, в ней еще участвует банк, который финансирует сделку, а потом вы с ним, как я уже говорил, рассчитываетесь. Есть еще такой интересный инструмент, называется он forfaiting. Речь идет о экспортно-импортных операциях, где мы рассматриваем сделки по импорту-экспорту. И в этих сделках, опять же, участвует поставщик-получатель товара, участвует банк. И для того, чтобы снизить риски по данным сделкам, здесь участвуют векселя, которые выпускает банк. И эти векселя используются как платежное средство для обеспечения устойчивости сделки по экспорту-импорту. Об этих схемах мы тоже говорим на наших семинарах, на наших лекциях. И мы об этом говорим нашим и бакалаврам, рассказываем и нашим магистрам. Это очень важный элемент обучения, не только внутренние бизнес-операции мы рассматриваем, но и внешние. Более того, у нас есть даже профиль международный менеджмент. То есть мы занимаемся не только национальным бизнесом, но и международным. И вот инструмент форфейтинга, как инструмент управления бизнесом, управления рисками в бизнесе, очень важен. Это достаточно сложный инструмент, так же как и хеджирование, так же как и диверсификация бизнеса. Об этом мы тоже говорим на наших занятиях, не только говорим, но и учим, как это делается, как работать в этих инструментариях, в этих условиях, в этих позициях. Следующая позиция, которую я хотел озвучить, это распределение или диссипация рисков. Диссипация – это рассеивание, латинское «discipio», «dispatio». Распределяются риски по субъектам бизнеса. То есть решаются проблемы нескольких предпринимателей, нескольких предпринимательских фирм, которые делят между собой как возможную прибыль, так и возможные убытки. Это такой предпринимательский пул, где участвуют и сами фирмы, и их партнеры, и страховые компании, которые занимаются распределением риска. Страховые компании берут на себя страхование рисков, компании-поставщики на себя берут риски поставки, компании-получатели берут на себя риски оплаты и так далее. Это надо иметь в виду, и мы по этим схемам можем отлично видеть, как распределяются риски в данных видах бизнеса. Отдельно хочу сказать и показать страхование. Один из основных, я бы сказал, методов управления рисками. Если вы не хотите получить состояние банкротства, если вы работаете в устойчивом, благополучном бизнесе, предпринимательские риски надо страховать. Палитра страхования, портфель страховой, который предлагается, достаточно широк, и на этом слайде мы видим, что мы можем страховать и убытки от перерывов в производстве, и страхование невозврата кредита, и страхование риска утрата права собственности, и страхование лизинга, и комплексное страхование банковских рисков. Все это сфера интересов страхования, страхового бизнеса, банковского бизнеса, предпринимательских структур. И это очень важный элемент системы управления рисками. Рассматривая страхование, подводя некоторый промежуточный итог, я бы сказал так, что страхование является самым надежным и самым, скажем так, эффективным методом управления рисками для бизнеса, для отдельных граждан. И, собственно говоря, остальные методы и системы управления, такие как, например, хеджирование, форма страхования от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки. То есть, когда мы заключаем договор страхования с учетом ранжирования рисков. И вот это ранжирование, то есть распределение рисков по степени значимости включает в себя такой инструмент, как хеджирование. То есть, можно сказать, что, имея в виду и изучая методы хеджирования и методы страхования и работу в страховом бизнесе, мы имеем возможность минимизировать свои риски как в реальной жизни, так и в жизни любого бизнеса. Говоря о методах снижения рисков, мы прежде всего должны говорить о методах снижения финансовых рисков, которые предполагает группа методов снижения финансовых рисков прежде всего диверсификацию как основной метод снижения. А диверсификация рисков, то есть распределение рисков по различным сегментам может быть как вертикальная, так и горизонтальная. Но это уже такая специфика применения этого метода управления рисками в различных структурах, в концернах, в финансово-промышленных группах, в банковских группах. Если говорить о диверсификации, когда мы работаем особенно с банками, то мы распределяем свои риски по различным банкам, а банки распределяют свои риски по различным инструментам. То есть, если мы говорим, допустим, о простых людях, то если у вас есть свободные денежные средства, то лучше не укладывать их в одну корзину. То есть, не кладите яйца в одну корзину, а распределяйте их по разным корзинам. Это касается финансовых ресурсов, как ресурсов бизнеса, так и ресурсов гражданина. То есть, если у вас есть свободные средства, не надо их хранить только на депозитах в банках, потому что процентные ставки по депозитам находятся на уровне 4%, на уровне инфляции, что невыгодно очень. Поэтому нужно работать комплексно, комплексно, работать с различными инструментами финансовыми, с облигациями, с акциями. Но здесь есть определенные особенности работы с этими инструментами. Здесь мы тоже управляем рисками, финансовыми рисками, как личными финансовыми рисками по личным средствам граждан, так и финансовыми рисками по средствам фирмы, которую вы организовываете Или вы в ней участвуете в этом бизнесе. Это надо учитывать и надо знать, как работать с этими инструментами. И вот как раз моя задача, как преподавателя вот этих дисциплин, именно рассказать своим студентам, какие есть риски, как с ними работать, как их не бояться, как ими управлять. И как не обанкротиться хотя бы в первый год ведение собственного дела. Поэтому вот эта тема управления рисками, в том числе финансовыми рисками, тема поведения предпринимателя в условиях насыщенности различными рисками. Вот это очень важный элемент поведения человека в рисковых ситуациях бизнеса. И мне бы очень хотелось, и мы этого добиваемся и будем добиваться, чтобы человек знал, какой инструментарий он может использовать, какой не нужно использовать, а какой использовать ему рано. Но он может использовать это в будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!